Привет зритель! Сейчас тебя ждет уход на апрель, хотя еще март. В общем у меня на апрель переходит вот такой шампунчик. Это у нас GreenMama Formula Tagi шампунь для жирных волос. Черная смородина и крапива. Дофига. Экономичный, очень концентрированный, как я уже говорила, наверное не в одном ролике. Так же как вишенку я его сейчас и развожу. Немножко наливаю бутылек из-под гелия и фраше, потом добавляю обычно теплой воды, так потрясла. И вот чуть-чуть он постоял, уже можно использовать там этого бутылька. Бутылек на 200 мл хватает где-то на 5-6, иногда больше, иногда меньше, смотря как иногда нальется применение. Волосы пышные, чистые, все такое. Если у вас жирные волосы, то я вам советую вот такой шампунчик. Ну правда говорят, что GreenMama не всем подходит. Ну и кому-то там не нравится аромат, то есть он очень хороший шампунчик. Сейчас к тому же на GreenMama скидки, я правда не знаю, есть скидки на этот шампунчик или он уже закончился. Но с другой стороны, если у вас на GreenMama есть карта клиента 5-10 или 15% скидка на товар, то в принципе вы можете чуть подешевле приобрести его. Ну и там довольно часто бывают акции. Так что вот такой шампунчик у меня снова остаётся. Тут где-то, ну наверное чуть меньше половины, скажем так, чуть больше, чем 2 пятых осталось. Вот шампунчик такой. Не знаю, может он ещё и на май останется. Я решила в этот раз взять 2 гелика для душа. И кстати, оба подарки от подписчицы Лёльки из Тюмени, по-моему, из последней её посылки перед новогодней. Не знаю, хватит мне их на месяц двоих. Или останется кто-то из них. Кого из них буду больше пользоваться, кого меньше. Но что-то вот я решила, что вот этот и ещё один. Это у нас Avon Senses чайная коллекция. Энергия Ци. Зелёный чай и вербена. Гель для душа. Я просто тут открывала мыло. И что-то мне так аромат понравился. Что я решила, что на апрель возьму вот этот гель для душа. Тут он у нас в Фудзи нарисована. Или ещё какая гора. Что там в Китае за гора может быть? Вот. Такой вот гелик. 250 мл. 12 месяцев после вскрытия. Я так поняла, что это новинка прошлого лета была. Я Айвоном давно уже сама не занимаюсь. Узнаю о чём-то таком. Или получаю в подарок только от подписчицы. В основном от Лёльки. В общем, Лёльке спасибо. Я с удовольствием буду пользоваться им в апреле. А потом скажу своё мнение в пустых баночках. Ну, а если вы уже заюзали такой гель для душа. И знаете о нём больше, чем я. У вас есть восторги. Либо наоборот, вдруг внезапно негатив. То дайте знать Камент. Обязательно почитаю. Кому-то отвечу. Кому-то просто поставлю сердечко. Там такое сердечко. Я когда не успеваю по каким-то причинам ответить. Но читаю Камент. И если я с ними согласна, они мне нравятся. Или типа того, я ставлю сердечко. Так, а это у нас Эйвен Нейчерлс для тела. Сочный гранат и манго. Гель для душа, освежающий. 200 мл. Раньше мне очень нравились гели для душа. Вот именно вот этой серии Нейчерлс. И некоторые шампуни Нейчерлс от Эйвен мне тоже очень нравились. Честно, я не помню. Какие он конкретно. Но по-моему, последний вот шампунь, который вот чисто так. Там лотос и что-то такое было. Там два каких-то компонента. Он такой сиренево-фиолетовый был по цвету. И кажется, так приятно пахло. Вот как мой любимый парфюм от Эйвен Фраше, который уже сняли. Эйвен Нейчерлс. В общем. А эти мне раньше не очень нравились. Но я не знаю, у них может как-то изменилась всё-таки эта формула. Потому что эти гелевые гели стали действительно гелями. Гелевыми. Мне раньше казалось, что вот открываешь, он так гелевый вылезает. Причём любой гелевый гель. В смысле гель от Сенсос. От Эйвена. А вот эти вот у меня всегда были фаворитами. Именно вот из гелей. Эйвен. Ну и вот у меня внезапно снова такой вот. Не именно такой гелик. Этот гелик для меня впервые. Но именно вот Эйвен Нейчерлс гелик. Попробую. С удовольствием буду пользоваться. Ну и в пустых баночках потом дам знать. Ну и опять же, если вы вдруг уже такое пользовали. Дайте знать в камен. Типа Лёля, такой божественный аромат. Так пенится. То есть когда-то десятый или наоборот. Фу, не понравилось. Так. У меня остаётся этот лосьон для тела. Кстати, тоже подарок от подписчицы Лёнки. Спасибо тебе большое. У тебя всегда очень полезные, ценные подарки. Хозяйство пригодится. Скажем так, Эйвен Кэ. Тонус с ароматом банана. Лосьон до тела, до всех типов кожи. 400 миллилитров. Я что-то им довольно редко пользуюсь. Его надолго, ещё больше, чем обычно хватит. Мне обычно, ну он как бы экономичный, хороший. Мне нравятся вот эти лосьоны от Эйвен Кэ. Вот эта серия. Очень классная. Ну, я то на полноценную тушку, то только на руки, то только на ноги. То чувствую после душа, что спина дофига сухая. И вот, ну, в смысле кожу стягивает. Я им мажусь. Очень классно. Хорошо впитывается, хорошо увлажняет. Приятный аромат. Вообще прелесть. В общем, он остаётся на апрель. Я не знаю как. У меня вот как-то неравномерно. То вот каждый день пользуюсь. То как-то стоит и есть не просит. Я даже думала его оставить на месяц, как бы дать ему отпуск до мая, допустим. Но что-то решила, что пусть стоит. Ну, мало ли что, как бы юзаюсь. Потому что у меня будет новый крем в этот раз на апрель. Там у меня ещё в запасах один крем стоит. Это значит у нас тоже от подписчицы Лёльки. Это Follow Your Dreams. В общем, следуй за мечтой. Крем для рук и тела. Регенерирующий с мышкой. Символ года этого. Я что-то вчера по фиксу шастала. Так думаю, блин, а какой хоть сейчас этот год идёт. Вспомнила, что мышки год меня. 12 месяцев после вскрытия. Евролайн. Номинальный объём 150 миллилитров. Символы года. Это у нас крем для рук и тела. Регенерирующий серии символ года. Тут обещается экстраграната, винограда, масла, ши. И я, кстати, его перед записью, буквально полчаса назад, помазала ручки. Слушайте, он так быстро впитывается. Приятные ощущения на руках. Я даже сейчас вот ещё раз нанесу. Потому что я недавно как бы мыла руки, но ещё не успела их помазать кремом. И учитывая, что у меня тут получалось так, что у нас на улице как бы солнышко, но холодный ветер. И довольно прохладно. И в последнее время я что-то умудряюсь не брать перчатки. Мне кажется, о, солнышко, будет тепло. А потом я торчу по улице с телефоном. То одному человеку пишу, то с другим общаюсь. И у меня руки как бы обветриваются. Ещё бывает так, что вышла на улицу и помнила, что забыла помазать руки перед выходом кремом. В общем, полный трындец. Не то, чтобы кожа, вот как бывает, иногда у меня шелушится до крови, да, очень сухая. Но вот сухая. И сейчас вот я второй раз им машусь. Первый раз у меня уже как бы есть эффект. Мало того, что очень хорошо впитывается, быстро впитывается мгновенно. Практически как вот Багздравовский крем для рук. Конечно, он без пробиотиков всяких. Но тоже очень хороший. И кожа чувствуется вот как бы более гладкая, более увлажнённая. И менее вот этих шершавых, сухих кусочков. Обычно они у меня где-то на костяшках-то. Так что слушайте, классный крем. Я думаю, что подобный крем от Евролайн, даже без всяких вот мышек. Я думаю, что есть что-нибудь просто с другим дизайном. Он тоже должен быть отличным. Так что если вы вдруг знаете, где его продают, возможно, фикс прайс. Бегите и покупайте, если у вас, допустим, проблема с руками, с кожей на руках. И нужен крем для рук. Но, как я говорила, тут 150 миллилитров. Я думаю, тут надолго мне его хватит. Плюс он как бы для тела. Но я попробую его тоже как для тела в апреле. Но я вот сначала думала, что его только один оставить. В том, думаю, фиг знает, тут 150 миллилитров и для рук, и для тела. А вдруг у меня получится так, что я на тело буду больше тратиться, чем обычно. Этого увлажняющего лосьончика. И мне на руки не хватит. Решила, пусть будут. Вот, спиной его поставила. Вот так, два. Вообще, у меня тут уже четыре продукта от Лёли. И это будет пятый продукт от Лёли. От той самой Лёли из Тюмени. Так, это у нас Джонсонс. Бодикэр. Вита Рич. Смягчающее мыло с экстрактом папайи. 125 грамм. Да-да, я тогда пророчила. Я надеялась, не пророчила. И фрашевскому мылу 150-граммовому, которое нифига не мылится практически. Не знаю, хоть и Франция сделана. И такие деньги стоят. Мне просто кажется, 269 рублей, или сколько оно сейчас там стоит, за такое мыло, как ты ожидаешь что-то другого. Потому что какое-нибудь дешёвое, рублей за 30-25, эффект как-то лучше был. Мало того, что оно тогда всё рассохло. Я же в прошлом видео на март не показывала, потому что оно жутко вообще выглядело. Только коробочку с него показала. Хреново мылилось. В итоге оно всё развалилось. И мне пришлось потом брать ещё кусочек мыла. Но об этом было в пустых баночках видео. Поэтому я решила взять вот в этот раз 125 грамм сразу. Ну, останется что-то на май, ну, значит, пойдёт на май ещё. Не останется, значит, просто вот на апрель, просто чтобы уж с запасом. Тут 12 месяцев после вскрытия. Внезапно на кусковом мыле. Никогда обычно не замечала. Ну, и вот такое мыло с экстрактом папайи. С удовольствием буду пользоваться. Спасибо, Лёлечке. Так, а вот это уже чисто я когда-то делала заказ в Ифраше и выбирала в подарок вот такую пенку для умывания. Экологичный тюбик, как вот там, пластика на 25% меньше, как нам обещает производитель. Сделано оно у нас в Франции. Шесть месяцев после вскрытия его ещё даже не вскрывала, кажется. Гидровиджиталь, очищающий гель, интенсивное увлажнение, 125 мл. Мне вот такие у них нравятся гелики для лица, эти умывалки. Я покупала когда-то в зелёненьком флакончике ещё что-то мне попадалось в подарок. И мне вообще раньше у них очень нравился бамбуковый гаммашек. Камамиль серии, но что-то я его очень давно уже не видела. Если вдруг вы его где-то увидите и не знаете, покупать или нет, то покупайте очень классный, нежный такой гаммашек. Хорошо взаимодействовал с кожей, умывал хорошо, очищал и увлажнял. Ну и вот у меня на апрель вот такая пенка гелек. Не знаю, насколько его хватит. Может быть на два месяца, может быть больше, может вообще на полгода. Он у меня вообще долго-долго стоял, и срок у него до октября 2021 года. Ну и я решила, что надо, наверное, его заюзать. Чё он так долго ждёт? Пусть будет. В общем, спасибо мне, что я его выбрала в подарок. Гидровый жеталь и фраше. Сделанный во Франции. Так, у меня суперэкономичная зубная паста остаётся, корейская. На следующий месяц тоже. Тут вообще у нас 125 грамм. И я на обратной стороне на днях заметила, что это у нас, в общем, 60, тут 90 и 120 цифры. Это у нас кремовая нежная формула. Потом, значит, есть гелевая формула, которая 90. И максималка 120 – это скрабирующая формула. Знаете, я в такой афиг впала. Есть зубные пасты скрабирующие. Если вы в курсе про это, более не тонкий, чем я. Дайте знать, каменты. Типа, да, я пользовалась скрабирующей пастой. И это так круто, либо это не так круто. Ну, в общем, вообще какие-нибудь эмоции или мнения выскажите в каменты, пожалуйста. Потому что я что-то в таком афиге. Я ещё как-то офигевала, думаю, что тут уже 60 нарисовано вот так вот на зубчике. Ну, что такое, а он внизу такой, типа зелёненький. А это, оказывается, деликатное очищение зубов. Потом супер неделикатное очищение зубов. И потом супер-супер неделикатное, это уже скрабирующее. Ну, как это вот, ну, скрабировать зубы. В общем, вот у меня эта паста остаётся промилт 2080. Дентал клиник Корея. Покупала на зон за 100 с чем-то. У меня уже от этой фирмы была зубная паста очень экономичная. Что-то мне на 5 или типа того месяцев хватило. Буквально вот с ноготок, с горошинку такую надо на зубную щётку. И отлично. Если больше чуть-чуть положите, то заколебётесь потом её из зубов выговаривать. Ну, в смысле полоскать рот. Но не остаётся. Он уже вот чуть-чуть побольше поюзался. Правда, всё равно я стабильно забываю вечерним кремом пользоваться. То у нас Green Mama ночной крем для лица, чистая кожа, пион и чака. Очень классный, мне очень раньше нравился. Сейчас он мне тоже, в принципе, нравится. Но у них действительно изменилась как-то консистенция. Тут я видела сегодня с телефона скидки на крем для ног, который нам с моей тётей нравится. Но когда я последний раз ей год, что ли, назад покупала, она заказывала. Я ей дарилась, не помню. Но суть такая, что она сказала, что он как-то немножко изменился. Уже не так холодит, уже не такой немножко эффект. У этого консистенция изменилась. Он более густой стал. Раньше был нежненький такой, жидкий. И, допустим, вот консистенция у крема за рук, который у меня теперь в запасах остался. На прошлый месяц, как раз на март был, он ещё будет в пустых баночках. У него тоже изменилось. Аромат, конечно, вроде как тот же. Состав практически тоже тот же, но вот что-то не так. Но он остаётся у меня. Хороший ночной крем. Что ещё с консистенцией? Раньше она была нежнее. Я им пользовалась иногда и днём. И как бы он нормально был. Теперь вот он конкретно чисто ночной крем. Это у меня покупалось по сертификату подарочным от подписчицы. Или подписчика. Или подписчиков. Так что вот, спасибо дарителям, скажем так. Возможность выбрать самой, что хочется. Вот он у меня остаётся. Я думаю, надолго. Раньше хватит. Раньше мне хватало этого тюбика вообще, эти 100 мл на целый год. Притом, я тогда пользовалась и ночью, и днём. Ну, в общем, каждый день, скажем так. У меня тут остаётся. Но вроде как, ну, чуть больше, чем 1 треть осталось. Я им периодически пользуюсь. Молочко для снятия макияжа, масла, зародыши, пшеницы и ромашка. Грин мама. Отлично молочко хорошо смывает помаду. Какую-нибудь суперстойку. Какой-нибудь липкий бальзам или брезг для куб, который обычно как бы не удаляется с первого раза. А тот смылся сразу. Вот. Если что, я вам такую молочко советую. И макияж глаз, по-моему, оно тоже хорошо удаляет. Правда, вот, ну, какой-то суперстойкий, там, может, придётся пару раз провести. А не очень стойкий, одного раза хватит. И у меня остаётся тоже грин мама. Крем для ног тонизирующего питания. Это как раз тоже вот, как и гель. Тут не гель. Крем, короче, вот этот я покупала тоже по сертификату. Каштан, конский, арника, хмель. Для уставших ног 100 мл. Я ему уже как-то пользовалась. Ну, в смысле, был у меня такой крем. Тогда он ещё в Фикс Прессе продавался. Вот, честно, я не помню, как у меня тогда ощущения были. Понравился, наверное, он мне раз. Я его решила и снова выбрать. Но вот какой у него дешёвый, самый дешёвый крем. Я как-то купила за 19 рублей магнит-косметик года два назад. У нас есть в городе магнит-косметик. Уже, ну, два или три года, что-то в этом роде. И вот знаете, тот крем дешёвый. Меня тут кот что-то завыл, если вдруг услышали на камеру. Тот крем дешёвый был по эффекту лучше, чем вот этот. Он как, я не знаю смысла, проходной вариант. Вот иногда смотрю у некоторых блогеров, чисто вот так тыркаюсь на какие-то ролики, даже несмотря, как зовут автора блога. Но вот слышу такой вот проходной вариант зубной пасты, крема для рук или ещё что-то. Вот, наверное, это проходной вариант крема для ног. Он не холодно, не жарко. Он как бы для уставших ног. Но если ноги устали, я особого ощущения того, что они как бы отдохнули, с этого крема не чувствую. Приложит всё-таки дойти и глянуть, зачем кот берёт обои. Скучно ему. В общем, ну, как бы он у меня остаётся на апрель, но я, наверное, больше не буду такой крем приобретать. Не то, чтобы я его не советую, но от безысходности нормально. Но мне кажется, что тут завышена цена на такой от безысходности крем, который, ну, ничего не несёт себе. И если у него тут состав, как бы, конский каштанарник-охмель, но вот похоже тоже, как конский каштан, как у охлаждающего этого крема для ног за 170 мл, то это вообще день и ночь. Как бы никакого эффекта. Чисто утром ножки помазать после душика, или вечером помазать, там, после ванночки для ног, или тоже после душика. Но чисто вот крем обычный, без каких-то там эффектов, и ничего ожидать от него не стоит. Ну, вот он остаётся у меня, как бы. Заюзать-то его надо просто. Крем как крем. Так, у меня остаётся, правда, это уже последний флакон, который я открыла своих запасов. Это от Гринмамы в подарок за все эти заказы было. Гринмама, матирующий тоник для лица от расширенных пор, чёрных точек. Сейчас вот, ну, правда, уже сегодня заканчивается эта акция. Там вот была такая на Гринмаме акция 35 продуктов по скидке 35% от цены. И вот мне сегодня на мыло пришло напоминание, что вот такая акция ещё идёт на 24 марта. Она заканчивается сегодня на 24 марта. И там ещё вот он был по 131 рубль за 200 мл. Вот такие раньше шли в подарок к наборчику какому-нибудь там, шампунчик и бальзамчик из этой же серии «Морской сад». И потом шли в подарок, просто за заказ их вкладывали как бы бонусом. Он в корзине изначально не отпечатывался, а потом бонусом он шёл у вас уже «Открывайте коробочку», а там внезапно сюрприз. Тут «Морской сад» 100 мл. С «Морскими водорослями». Я уже много раз говорила, что у меня нет расширенных поров чёрных точек. Чёрных точек ещё никогда не было. Я даже не очень представляю, что это такое, как они выглядят. Но он мне очень нравится по ощущениям на коже. И вот он у меня остаётся. Я думаю, тут может быть даже на май ещё останется его. в уходе на май, потому что тут совсем чуть-чуть израсходовалось. Вот. Отлично, короче, спрейчик, лосьончик. У меня остаётся остатки. Они всё никак не закончатся. С виду, кажется, мало, но их на самом деле очень много. Масло какао «Мирола» косметическое. Упругость и тонус наружная 25 мл. Я пользуюсь в основном. Костяшки тут помазать в руках, разогрели. 32 градуса, после которых идёт плавление этого вот самого какао-масла. Нанесли чуть-чуть. Ну, в ногти ещё втираю. И иногда вот так вот у глаз. Иногда бывают у меня какие-то супершелушения. Я чуть-чуть вот так нанесу, пальчиками массирую вот так, и всё, ништяк. И да, если у вас вот здесь вот эти гусиные лапки только начинают быть, или уже есть, можете недельку попользоваться. По вечерам вот этим маслом кокосовым. Ну, не обязательно «Мирола», просто кокосовым, ой, маслом какао. Я всё время буду маслом какао пользоваться. По вечерам чуть-чуть там наносите. Немножко вот так похлопывающими движениями. Оно впитается. Недельку вот так помажьте и посмотрите, какой будет эффект. Если у вас вот так появились эти гусиные лапки, или как их там звать. Мне гусиные лапки напоминают конфетки, карамельки. Или они уже у вас как бы есть, и они более такие ощутимые. Вы их осознаёте, вы их видите в зеркале. Другие видят их на вас и так далее. Вот удивитесь эффекту. Масло какао от «Миролы». У меня всё ещё есть. Оно как бы ощутимо видно, что всё-таки я им пользуюсь, и оно немножко уменьшилось. Это у меня подарок от подписчицы, или зрительницы, или я не знаю, может быть. Ну, в общем, человека, который меня смотрел, летом мне написал, и вот случилось. От подписица Ани с «Озона». На «Озоне» такое счастье продаётся. Тут у нас, в общем, алоэ вера 99%, гель, фудоголик, что-то уж не помню, сколько тут его грамм-то, где-то оно было, а, 300 мл. В общем, 300 мл вот эти гели корейские алоэ, 300 мл, 250 мл, 200 мл, их обычно хватает на год. Ну, если чуть меньше, чем 300 мл, ну, может, на 10 месяцев. Отличное вообще. Если вам лень гемориться с вашим алоэ вера, который стоит у вас на окошечке в горшочке, всё никак не пересаживаю, потому что у меня горшочек треснутый, и ему не очень удобно, получилось так, что он треснул ещё в той квартире, и я заметила не сразу, заметила уже в этой. Хотя и горшочек уже к нему купила. Короче, если вам лень гемориться с алоэ верой, выдавливать из него сок, замораживать, делать эти кубики льда, протирать лицо или что-то ещё, то подобная вообще находка. Практически от всего. И от ожогов, как мне в комментах писали, я потом убедилась. Ну, у меня, конечно, не ожог был, но немножко ошпарилось. И от каких-нибудь прыщей, и от того, что чешется, от того, что сухая кожа. Я вчера вот мыла посуду, у меня перчатки порвались, я забыла сегодня совершенно купить, хотя в магазине ходила в основном за ними, в перчатках резиновых. Я в большей части стараюсь мыть посуду. И руки вообще не воспринимают никакой крем, ну, ничего, я им намазалась. Руки мне, кожа рук практически сказала, спасибо. У меня бальзамчик остаётся. У него, конечно, срок годности до 3 апреля, я посмотрю, может быть, ну, сейчас он на 24 марта. Может быть, он у меня подзакончится, и закончится как раз вот 3 апреля. Но там у меня ещё есть один бальзамчик, если что, я буду уже им пользоваться. Это алоэ Вера из Таиланда. Подарок от подписчицы Лёльки. Ну, и последние два продукта, которые у меня таскаются в сумочке, которые я периодически куда-нибудь беру с собой, хотя она маленькая совсем. Это вот уже видно, что он поюзанный слегка. Грин Мама крем для рук и ногтей, сок лимона и протеин из шёлка. 50 мл, очень классный крем. Он мне раньше очень нравился. Он в 2 раза был всегда дороже на сайте Грин Мамы относительно других кремов для рук и вообще, как бы, продукции и прочие. Но сейчас, по-моему, они все одинаковые практически в 286 рублей или что-то в этом роде. Ну, правда, что он тут 50 мл в 286 рублей, или 100 мл предыдущего крема, который у меня был на март. Как бы в 2 раза больше объём, но цена та же. Очень хороший крем. Ну и... Да, он всё какой-то такой странненький. Как-то я его в этот раз уже давно так вымазала. Это у меня бальзам для губ. Красное, яблоко, ред, эппл, помруш с прошлогодней, новогодней лимитки и фраше. Сделанный во Франции. Отлично, кстати, качество. И до августа 2021 года он живёт. Ну, надеюсь, он помрёт, закончится в смысле раньше. Очень классные такие бальзамчики. Я не знаю, делают ли в России вот это вот. Потому что я не покупала специально лимитки вот таких бальзамчиков в этом году. У меня были немножко другие продукты лимиток новогодних. Но вот все вот такие бальзамчики, даже не лимитки, именно и фрашевские, то бишь вот просто там какие-нибудь там скриты с вишенкой, которые цветные или вот такие. Они очень хорошие, хорошо увлажняют губы, хорошо их питают. И вообще всё, и пахнут при этом круто. В общем, вот такой бальзамчик, он у меня в сумочке таскается. Если вдруг я до 3 апреля уделаю это счастье, то уже буду пользоваться вот это. Вот такие у меня были продукты на апрель. Уходовой косметики. Если вы оселились сей ролик до конца, то очень круто. За это вам тогда спасибо. Ну и всем пока.